Всем привет и добро пожаловать на канал Мотор Пор. Вчерашний рекордный стрим как по активности так и по улову сподвиг меня записать еще один видеоролик о новой и действительно лучшей точке для фарма трофеев, редких видов и вследствие серебра с моря. Находится точка в квадрате F9 в самом низу карты, которую многие после прошлого видео начали называть просто буйки, возле которых и находится невероятно большое количество хорошей рыбы. В данном видео я покажу не столько саму точку, сколько результаты нескольких дней рыбалки на ней со своего аккаунта. Обратите внимание в каком месте по эхолоту я рыбачил, ведь именно там в последнее время клюет больше всего хорошей рыбы и трофеев. После предыдущего видео мне удалось поймать еще 6 трофеев с этой точки, которых вы увидите в данном видео, не считая сайды, ведь поимку этой рыбы я не сохранял. Показывать сборку сегодня я не буду, ведь работает очень много приманок из разных линеек. Далее в видео добавлю приманки, на которые были крупные рыбы или трофеи, а вы уже сможете сами сделать вывод на какие приманки ловить и какие сборки делать. Для тех у кого не клюет на этой точке, дам такой же совет как и на прямых эфирах. Экспериментируйте с приманками. Пробуйте ставить линейки октопусов от 16 до 26 разных цветов, меняйте пилкеры и размер крючков. Однозначно могу выделить только пилкер 800рд и хантер 1005, а также октопусы 2302, 2303 и 1602. На эти приманки сейчас клюют больше всего приятной рыбы при использовании восьмых крючков. По видовому разнообразию это действительно лучшая точка, ведь на ней поймали уже все виды с моря, не считая ликодов, геманталофа и химеры, которые попросту обитают на более глубоких ямах. При этом большую часть из рыб ловили трофейных весов и на абсолютно разные приманки, что в очередной раз подтверждает факт того, что не стоит ловить по шаблону и иногда нужно выходить за рамки выбора точки по китайским постам и подбора портал, теория работы которых разбивается оклев трофеев и другой хорошей рыбы на моем аккаунте и аккаунтах других ребят из нашего сервера, которые никогда не подбирают эти циферки и при этом делают рекорды по садкам, один из которых я продам в конце этого видеоролика. Кроме трофеев на этой точке обитает много крупной рыбы, такой как рыба меч, палтус, акула сельдевая и акула гренландская, которая дала размоз места на 391 метр в пике и в довольно плохую погоду я вытащил ее с очень большими рисками обрыва. Поэтому обязательно поддерживайте это видео лайком, подписывайтесь на канал и делитесь своими уловами в комментариях или на нашем сервере в дискорде. Ну и конечно же, приятного всем просмотра! Главное рыбку не профукать, а все остальное пофиг. Так, ребят, здорова-здорова! Бляха-муха! Не, все, я больше начать не отвернусь ни на секунду. Здорова всем, просто я, короче, увидел сообщение и чуть не оборвал нафиг этот самый размот. Это было очень на тоненького сейчас. Грустно то, что я первых, ну, типа, я хз, она там в падении села или со дна, наверное, где-то возле дна прям. Потому что я до 105 метров видела это, ну, типа, это уже дно, по сути. До 105 метров видел, как приманка летела, отошел буквально минутку. Вернулся, когда было уже 125, по-моему, причем поначалу она не рвала жестко. А потом прям размот пошел, как вы уже видели на стриме. Ну, сначала слышали звук, а потом уже видели именно картинку. Бен, тут нервную систему еще надо иметь железную, чтобы в такие моменты не расклинивать, когда оно там уже на тоненького прям. Жесть. Неужели второй реально аквамен будет? Я, кстати, успел это с чата прочитать. Зачем я чат читаю опять? Блин, это было опять на тонкого очень. Но я хочу по максимуму, типа... Глин, завод 5, боже. Не, все, хана. Еще один рывок и хана. Тут тоже, когда поворачиваю, как бы, камерой. Нельзя сделать слишком резкий рывок, потому что под мод мотором плюс рывок в сторону. И, может быть, минус сборка вся. Зря расклинил. Мог не расклинивать, она в конце остановилась. Просто на ошибках себя ловлю максимально. И понимаю, что мог этого не делать. Вот тут не мог. А вот прошлый мог и сэкономил бы пару метров лески. Давай, 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 давай. Есть, все взял. Спасибо, Кирилл, большое. Где там буква К, это бляха. Не надо сейчас вот этого делать, акулка. Но будь хорошей, пожалуйста, тварь. Ну, сейчас она размотает, да и все. Опять в фулшпуле. Еще микрофоном клавиатуру себе перегородил полностью. Еще один расклин и мне хана. Ну, че это такое за трэш? Ну, дай ты шанс, тварь. Ну, дай ты шанс, тварь. Я еще нифига не на опыте, бляха, потому что я давным-давно размотал не ловил таких. Я много раз, блин, тут ошибся еще. Очень плохо клинил. Точнее, расклинивал не вовремя. Можно было несколько раз подержать еще в красной зоне. Я, блин, расклин делал. Не в начале метров двадцать лески вылетело лишних. Нет. Нет, 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 нет. Сука. Ну, там нельзя уже было не расклинить. Там уже было вообще на миллиметр просто от обрыва. Нет. Продолжение следует... Зря тоже мог бы подержать немножко. Кстати, я бы уже получил фул размот, если бы сейчас прилива не было, потому что прилив еще мне несколько метров как минимум сэкономил. Ну, типа, я не знаю, вытянули я ее в итоге, скорее всего, нет, судя по тому, как она тушит. Но она бы меня уже размотала, если бы не прилив. Тут без шансов было. Опять в конец прям улетела шкала. И, кстати, на другой кате, наверное, на какой-либо я бы тоже бы не вытянул ее. Ну, не тянул бы столько времени. Уже бы меня она тушила. Ребят, поддержите стрим лайкосиком. Давайте сделаем хотя бы около соточки. Ну, не знаю, вытяну акулу эту, не вытяну, которую я клюнула, но хотя бы лайкосиком. Около соточки было бы приятно, если бы прожали. И на канал тоже подписываться не забывайте. Смотрите видеоролик, который вышел только вот недавно. С этой точкой как раз-таки, на которой жестко фармятся каретки и рыбы, трофеи и перебро. Ну, и как показывает практика, размот. У меня это первый размот пока что. Ну, на этой точке. А у ребят уже много было акул. Площановку сегодня закрыли тут. А, блин, успокойся, тварь. Ну, что за рывки такие возле красной зоны? Это капец какой-то. Капец в моей нервной системе, я так скажу. Ну, все, я в буйках, ребята. Вот так вот. Это капец какой-то, блин. Сколько можно играть от 360 метров до 380? Это ужас. Да какая энергия, ребят? Вы понимаете, Раптор тянет все равно 12 метров в минуту без мотора. Не надо энергии. Я сколько ни гляну на секунду, пока на моторе тяну в чат. Там все энергия. Энергия на Рапторе не нужна, когда тянется все на механизме. Он все равно будет тянуть 12 метров в минуту без других вариантов каких-либо. Хоть с энергией, хоть без. А на моторе он тянет как бы тоже вне зависимости от энергии, скоростью. Насколько может этот мотор рыбу эту тянуть просто. Не решает энка на Рапторе. Она решает только, когда мелкую рыбу тянете относительно на механизме. Которую рыбак может тянуть скоростью больше, чем 12 метров. Клюнула, если что, рыбка эта со дна. Клюнула на 205-й шок-лидер топовой. И поначалу вообще даже думал, что это просто какой-то небольшой палтусик, который меня там налегке подматывает. При условии того, что я начинал в этот момент стрим. И оно себе мотало спокойно. Пока это рекорд 365 метров, если что. 380 дошел до 365. Я не обольщаюсь сильно, потому что эта тварь уже несколько раз меня тут насиловала. 370 до фул шпули просто. Да не, нормально, Александр. Потому что я говорю, я вижу на правом мониторе, у меня же 2 Моника. Я на втором Монике все равно вижу шкалу. То бишь, если вдруг оно полетит, я типа на том Монике увижу и расклиню. Там задержки 0. Это у вас задержка идет полминуты. Ой, полминуты говорю, там 2-3 секунды. Но у меня нет ее. Тунца нет, вроде не ловили. Я не помню такого. А может и ловили, я уже забыл. Но вроде бы нет, вроде бы не было. Если гриня, то троф, либо буйная на килограмм 550. Если черная будет, то троф. Ну, сейчас посмотрим. Место 780 вытаскивали со 120. Ну, я не идеально клинил. Я несколько раз заглубил прям сильно. Я типа мог бы метров 20 лески засейвить еще. Она и так выреза, поэтому не знаю. Опять же, меня напрягает то, что как минимум в начале я профукал 20 метров размота. Как бы, ну, со 120 глубины, если она даже с 1 села. Профукал 20 метров, а потом еще сверху несколько расклинов было. Ну, типа, слишком быстрых. Можно было бы там немножко подержать это все. Давай 20 тунгусок и под конец 5 рубика. Пескаль, держу в курсе. Суммируется максимум 10 бутылок. И тунгуска дает меньше бонус опыта, нежели куба Нейсвин и руби-даймонд. Это топовые алкашки. Вот, поэтому нету в этом никакого смысла. 14 метров, блин. Нанофун вываживание, типа, уже когда без размота идет в желтой зоне, кстати. Иногда ослабливало, конечно. Давай вытаскивай читер. Так вытаскиваю и тяну, ёпта. Черт, счет, домахиваешься. Минутка буквально осталась. Еще поднять, правда, минутка. Вторая, третья, пятая, десятая. Ну, то такое. Кстати, кубань на Ладоге. В озере Засеру продается. 400 монет, вроде бы, 2 штуки. Пескаль на Остроге. Самая дешевая алкашка. Самый дешевый продуктовый магазин. И если там нету, а там ее чаще всего нету, только за голду, то на Волхове покупай, будет дешевле. Держу в курсе. Ну, покажись. Кто ты? Кто ты рыба? 3 метра. Мне повезло, это Гренка. Это Гренка очень здоровая Гренка. Короче, я алкашку заряжаю. Это Гренка, причем очень хорошая Гренка, ребят. Не знаю, насколько она, но это здоровяк. А где я тут? Я застрял. Я застрял, я застрял. Я не застрял. Это очень здоровая Греночка. Повезло, что не Гига. Я думал почему-то, что это Гига будет. Понимая тот факт, как мне везло обычно в этом плане. Я думал, это будет долбаная Гига. Это вроде не Трофана. Или это Трофана. Темная или не темная. Просто хз какие они на вид. Трофейные именно. Понятия не имею. Никогда такого не ловил. Не шарю. Это она коричневая какая-то. Не похожа на Трофа. Но тот факт, что она здоровенная, как бы это уже хорошо. Не, не заберу пока. Давай еще раз. Вынырни так же. Я хочу ее видеть, чтобы в кадр немного попало. Ну за 500 должна быть, даже если не Троф. За 500 килограмм должна быть, по идее. Блин, походу не получится ее красиво в кадр запихнуть. Надо поднимать. Чего, блин? 417. Блин, я думал за 500. Ладно, допустим. Но все равно это мега, ну типа мега крупная рыба. Блин, я не знаю, как ее с места выволок. Там по поводу Трофа, что говорили, это по-моему вообще нереальщина. Ой, блин. Ну на вид вообще громадина. Так как я такую рыбу здоровую не тягал, у меня были типа надежды, что это может быть и что-то около Трофа, либо Трофейная вообще. Ну типа я только вчера, кстати. Не, не вчера получается, когда буквально пару дней назад перебил самую опытную рыбу на аккаунте. То есть больше всего опыта было на Аке. И вот эта рыбка перебила обратно ее. Но это жестко. Это очень жестко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова